Транспортный налог хотя бы пусть отменят. Мы платим и за дороги, и за все. Транспортный налог пора ликвидировать. Так считают многие барнаульцы. Идею о его отмене слышат не один десяток лет, но актуальности она не теряет наоборот. В Алтайском крае этот вопрос – головная боль для полумиллиона автомобилистов. Уверены, исчисляют его неправильно, отчего и суммы немаленькие. 211 тысяч рублей за один автомобиль. Такой налог был исчислен за автомобиль Mercedes-Benz. С мощностью свыше 500 лошадиных сил. И с учетом применения повышающего коэффициента автомобилей именно свыше 100 лошадиных сил становится больше. С этим в том числе и связан рост именно общего объема исчисления налога на территории края. Максимум налоговой ставки – 150 рублей за лошадиную силу – распространяется на авто мощностью свыше 250 лошадей. Свыше 200 лошадей – 60 рублей, свыше 120. И мощных машин в крае, по данным налоговой службы, все больше. Поэтому на 3-5 процентов ежегодно растет и объем денежных средств с налога на транспорт. За 2018 год – это 2 с небольшим миллиарда рублей. В разрезе доходов краевого бюджета этот вид поступления на пятой строчке. Те же акцизы, в том числе на топливо, на втором месте. Скорее всего, их доля при отмене налога на транспорт вырастет, говорят законотворцы. Поэтому, считают депутаты, отменять транспортный налог надо постепенно, а не резко на следующий год. Бизнес должен понимать, какие-то не было налоги, что они будут стабильны. И он должен знать, что будет дальше. Если это будут изменения, через сколько лет будут изменения, понимаете? А не так, потому что многие же связаны и с перевозками, и с грузоперевозкой, и с пассажирскими перевозками. Правильнее будет включить его в стоимость бензина, ну топлива. Потому что кто много ездит, соответственно, много платит. Кто мало ездит, тот, соответственно, мало платит. Логику в этом видят и в топливном союзе Края. Отказаться совсем от налога не получится, ведь он пополняет дорожные фонды Края. Можно, конечно, надеяться на увеличение дотации из Федерации, но их у нас и так 50%. Но есть и другие варианты решений, по зарубежному примеру. Чем мощнее автомобиль, тем больше налог. Если покупаешь автомобиль, условно, за 10 тысяч евро, транспортный налог от 105 до 180% стоимости автомобиля. Он платится раз, но это огромная сумма, которая... Ну и еще ряд стран, которые можно привезти, которые платят разово при покупке от 5 до 10% стоимости автомобиля. А пока налог на транспорт – обязательная повинность для всех. Другой вопрос, что исправно налог оплачивают далеко не все. С 2015 года алтайские автомобилисты задолжали в бюджет региона почти полтора миллиарда рублей. У меня машина не мощная, и налог я за нее, честно сказать, не получил, но масштаба у меня была другая машина. Ну это нормально, получается, что семейный бюджет страдает за... Настолько, что четверть доходов семьи за месяц сможет уходить только на этот налог. К слову, ставка для его расчета в Новосибирской и Кемеровской областях гораздо ниже. Причина, объясняют парламентарии, в том, что соседние регионы менее дотационны. Анастасия Дорога, Николай Шелко, Александр Антропов. День с толком.